Мобильные интернет-мошенники нашли новые способы хищения денег. На этот раз они воспользовались огромной популярностью Pokemon Go – игры, которая за короткий период нашла фанатов во всем мире. Кибермошенники запустили в сеть вредоносные версии суперпопулярного приложения. Жертвой аферистов стала жительница Нарьинмара. Подробности в материале выпуска. Фрагмент видео, снятого в одном из парков Нью-Йорка. Создатели игры собрали в одном месте сотни людей. Ажиотаж вызвала новость о том, что именно в этом месте можно поймать редчайшего покемона. Для тех, кто не в курсе, сегодня мир охвачен суперпопулярным приложением Pokemon Go. Цель игры – поймать как можно больше покемонов. Они могут появиться в любой момент и в любом месте. Особую любовь фанатов разработчики завоевали при помощи дополненной реальности. Технология позволяет игрока видеть на экране гаджета нарисованных персонажей на фоне реального пространства – на улице, в помещении, в транспорте. Всеобщее безумие уже добралось и до России. Несмотря на то, что официального релиза приложения в нашей стране еще не было, в смартфонах и планшетах наших соотечественников Pokemon Go уже есть. Российские фанаты начали скачивать приложения со сторонних источников. Этой бешеной популярностью мгновенно воспользовались кибермошенники. Аферисты начали распространять вредоносные версии игры. Ничего не подозревающие пользователи скачивают приложение с вирусом, которое перехватывает контроль над устройством, похищает личные данные пользователя и следит за его перемещениями. На такую уловку попалась и жительница Наринмара. У меня ребенок взял телефон мобильный мой и закачал программу Pokemon Go. После чего он мне пока ничего не говорил это вечером. С утра он зашел 4-го числа, но, как он сказал по его словам, он не успел поиграть. А 4-го числа уже в 12.46 мне пришла смс, что мне положил кто-то… То есть с моей карты положили 65 рублей на МТС. И через пару минут написано уже было, что перевод, номер телефона чей-то и сумма 3000. Сразу после потерпевшая заблокировала карту, с третьей попытки удалила вредоносное приложение с телефона и обратилась в полицию. Интересно, что сайт, с которого скачали игру, бесследно исчез. О подобных преступлениях мошенников в своем аккаунте в социальных сетях еще в июле сообщал Роскомнадзор, призывая игроков к бдительности. В Нинницком округе подобная афера стала первой. В целях профилактики полицейские рекомендуют гражданам установить лицензионные антивирусные программы на свои мобильные устройства, а также регулярно их обновлять с целью безопасности вредоносных программ и снятия денежных средств. Также необходимо родителям провести профилактические беседы со своими детьми и объяснить им, что нельзя скачивать нелетензионные различные программы, игры и приложения на мобильные устройства. Когда в России появится официальное приложение Pokemon Go, неизвестно. Поэтому фанатам игры стоит быть внимательнее к тем программам, которые предлагает глобальная всемирная паутина. Помните, сомнительные интернет-сайты и приложения могут сказаться на вашем финансовом благополучии. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.